Здравствуйте! Я священник Иоанн Тераутс, и это «Ответы на вопросы» для библейского портала «Экзегет». Сегодня мы поговорим с вами о том, как убежать с ссор, и нужно ли это делать. В послании втором апостола Павла к Тимофею есть следующие слова. «От глупых и невежественных состязаний уклоняйся, зная, что они рождают ссоры. Рабу же Господа не должно ссориться, но быть приветливым ко всем, учительным, незлобивым, скортостью наставлять противников, не даст ли им Бог покаяния к познанию истины, чтобы они освободились от сети дьявола, который уловил их в свою волю». На самом деле, обращая внимание на этот текст, мы с вами задаемся вопросом, а как же нам избавиться от ссор? Ведь очень часто человек действует каким-то образом, что нам хочется его исправить, и это рождает за собой ссоры. Более того, мы встречаем с вами на страницах, например, святоотеческого наследия слова о том, что даже необходимо проявлять такой праведный гнев в отношении хулителей имени Божия. Тому пример беседа о статуях святителя Иоанна Златоустого, где он говорил о том, что необходимо осветить кулак ударом в челюсть человека, который хулит имя Божие, чтобы кровь, которая выйдет из уст, осветила кулак ударяющего. Конечно, сегодня нам это кажется неким таким, может быть, даже экстремистским призывом святителя Иоанна Златоустого. Нужно обратить внимание на то, что существует такая ошибка, ошибка античного и средневекового сознания, что человека можно принудить каким-то духовным, нравственным выводом, используя при этом грубую силу. Тому пример Инквизиция, когда людей через страшные муки, через страх, через всякого рода силовое воздействие принуждали к тем или иным выводам, к покаянию или еще к каким-либо другим духовным плодам. Мы с вами видим из истории, что результатом таких действий было как раз-таки расцерковление общества. Результатом таких действий бывали революции и в дальнейшем покаяние участников этих событий в том, что они пошли этим опасным и скользким путем. И здесь апостол Павел подтверждает наше с вами восприятие того, что силой нельзя ничего сделать. Глупые и невежественные состязания. О чем же говорит здесь апостол Павел? Скорее всего, он имеет в виду те разговоры, диспуты, которые проводились на форумах в городах Римской империи, от которых он предлагает своему ученику устраняться. Более того, эти диспуты рождают за собой ссоры, потому что каждый будет отстаивать свою позицию. Рабу же Господа не должно ссориться. Да, нужно быть приветливым, нужно быть учительным, незлобивым, кротким, потому что именно в таком формате весть о Христе приобретает свое естественное и нормальное обличие. Если мы с вами будем насильно человека сподвигать, например, к движению, к Царству Божию, к спасению, то сам метод наш будет не евангельским, а значит и результат не заставит себя долго ждать. Результат будет отрицательным. Из всего приведенного выше мы с вами приходим к выводу, что ссоры — это не самый лучший вариант в деле проповеди. Они, наоборот, делают проповедь более слабой. Но что же нам делать, чтобы вообще не ссориться? Чаще всего ссоры связаны с тем, что мы имеем претензию к тому или иному человеку. Он должен так или иначе поступить, то или иное сказать. Это может быть наш близкий или дальний. Так вот, когда мы избавимся от претензии к каждому человеку, когда мы с вами, уподобившись Богу, скажем, что он свободен и не должен мне ничего, вот в таком случае я избавлюсь от ссоры. Я буду радоваться радостям другого человека, но в то же время, когда он будет совершать ошибку, я буду спокойнее к этому относиться. Думаю, что именно этим путем мы с вами сможем пройти для того, чтобы избавиться от любви к ссорам, распорям, спорам и прочим не очень конструктивным событиям в нашей жизни. Это были ответы на вопросы для библейского портала Экзегет.